Франциска Вудворд. Замуж второй раз или еще посмотрим, кто из нас попал. Глава первая. 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 им бы не помешала. «А почему я все так хорошо вижу? У меня еще в школе зрение упало, и я давно ношу контактные линзы, снимая их на ночь в ванной комнате». Я посмотрела на свое тело, укрытое синим стеганым одеялом, свои ладони, комкающие материю, и завизжала. Тонкие пальцы без единого кольца, ногти без маникюра. «Это не мои руки!» «Госпожа, что с вами?» — ахнула служанка, но я метнулась в сторону и скатилась с другой стороны кровати на пол, упав на четвереньки. «Да что с вами?» — всплеснула она руками, обходя кровать. Я стала отползать, путаясь в длинной рубашке. Никогда такие не носила. Кричать перестала, сама оглохнув от своего крика. Голове хоть и стало легче после странного напитка, но не настолько, чтобы выдерживать подобные перегрузки. В висках опять запульсировала боль. Я уперлась спиной в стену, и служанка меня настигла. «Давайте я вам помогу». «Мне надо зеркало». Я не стала отбиваться, принимая помощь и поднимаясь с пола. «Не переживайте, у вас лицо целое. На теле только синяки, но переломов нет. Целитель сказал, вам очень повезло. К свадьбе успеете поправиться». «К какой свадьбе?» «Я замужем?» — пролепетала я, не в силах осознать происходящее. «Что за бред? Я сплю. Но почему тогда так больно соднят колени, которыми ударилась?» «Еще нет, пока только готовитесь. Портнихи три дня назад приезжали. Их вам лорд Дарстон из самой столицы прислал». «Вспоминайте». Ласково тараторила служанка, подталкивая меня к кровати, но я противилась. «Зеркало». Вздохнув, она повела меня к туалетному столику. Ноги были как деревянные, тело болело, и я едва доковыляла до него. Дойдя, уперлась в деревянную столешницу руками и посмотрела на себя. Захотелось опять завизжать. «Это была не я». «Или я». В возрасте шестнадцати-восемнадцати лет. Но только как будто сейчас осталась тень от меня прежней. У меня белая кожа, серо-голубые глаза, русые волосы с медовым отливом. Брови светлые и ресницы тоже. Если их не подкрашивать, лицо невыразительное. Я преображалась в красавицу, стоило умело накраситься, подчеркивая свои достоинства. В последние годы я вообще делала себе татуаж, чтобы экономить время на макияже. Лицо же девушки в зеркале как будто вообще не знало косметики. Кожа ровная, без изъянов, но бледная. Губы искусаны, взгляд перепуганный и немного безумный. Волосы всклокочены после барахтанья и кульбитов с постели. Такую даже милой назовут с большой натяжкой. Кстати, волосы. Я стала обладательницей роскошной гривы до талии. У меня и в реальности волосы густые, хорошие, но я никогда не отращивала такую длину. Максимум до лопаток, чтобы было удобно укладывать. Я рванула завязки рубашки на глухом вороте у горла. У меня чуть ниже ключицы слева тонкий шрам. С детства остался. Сейчас кожа на этом месте была гладкая и ровная. Да какие волосы, шрамы! Где я? Ущипнула себя за руку, но кроме боли ничего не почувствовала. Я не сплю, это точно. Шарахнулась к окну, одергивая кружевную занавеску, и еще раз убедилась, что я точно не дома. За окном было лето, максимум начало осени, так как деревья еще зеленые, а у нас уже ноябрь, выпал первый снег. И тут меня обожгло. Машка! Доченька! Если я непонятно где, то кто дома с ней? Где я? — закричала на служанку, которая испуганно дернулась. — Верните меня домой! Вы дома? — заикаясь, ответила она, делая осторожный шаг назад. Во мне вскипела такая ненависть, что я готова была душу из нее вытрясти. — Верните меня обратно! — шагнула к служанке, но наступила на подол и полетела на пол. Многострадальная голова взорвалась болью, и я потеряла сознание. В себя пришла от звука голосов, но продолжила лежать на постели, не открывая глаз, прислушиваясь. Говорили двое мужчин и женщина. — Мэтр Савье, как она? — Я же говорил, что вашей дочери очень повезло. Серьезных повреждений нет. — Как нет? — возмутилась женщина. Служанка говорила, что она кричала, как очнулась, и вела себя странно, точно сумасшедшая. На нее едва не набросилась. Что-то голос у нее молодой для моей мамочки. Вот у мужчины, отца, он степенный. Чувствуется, что уже в возрасте. Ничего не могу сказать, пока не поговорю с пациенткой. Нам только перешептываний слуг не хватало, что она повредилась головой. Если до лорда Дарстона дойдет или потом обнаружат, что ему подсунули невесту с изъяном, он нас в порошок сотрет, — не унималась женщина. — Может, сразу ее сдать в дом для слабоумных? — Ты что говоришь? Это моя дочь! — отдернул ее отец. Чувствовала я себя сносно. Голова не болела. Наверное, второй дядечка еще в меня что-то влил. И теперь я, как губка, впитывала информацию и анализировала. Пришлось быстро соображать и делать выводы. Моя дочь указывала на то, что я его дочь, а дамочка мне приходится мачехой или какой-то родственницей. Явно не любящей, если стремиться избавиться при первой возможности. Мне только не хватало, чтобы сумасшедшие сочли и запихнули в тихое место, откуда не выбраться. Я или в средневековье, или в ином мире. Читала фэнтезийные романы про попаданок, но не думала, что со мной такое произойдет. Непонятно, каким образом понимаю язык. И прекрасно понимаю. А говорят точно не на русском. Но стоило начать вычленять слова, определяя разницу в языках, как виски пронзила боль, и я оставила это занятие. Понимаю. И ладненько. Хуже было бы, если б не знала, о чем лопочет, а сама изъясняться не могла. Да. Все это казалось невероятным, но биться в истерике с криками «Верните меня обратно!» я больше не рискнула. Это был нервный срыв, который быстро прошел. Душа болела за дочь, но с ней муж, а мне нужно найти способ вернуться. Сама во всем разберусь. И первый вопрос. Вдруг меня одержимые объявят и вообще убьют? Поэтому план дальнейшего поведения созрел быстро. М-м-м-м. Застонала я, подавая признаки жизни, и открыла глаза. Голоса смолкли, а я получила возможность рассмотреть присутствующих. Ближе всех стоял целитель, я его сразу определила по более простой одежде. Щуплый немолодой мужчина с благородными чертами лица и небольшой остроконечной бородкой, одетый в темно-серый костюм старинного кроя. Строгий пиджак по виду напоминал сюртук. Штаны зауженные. Второй мужчина выглядел более представительно. Одежда намного богаче и с искусной отделкой. По фасону напоминает ту, что носили вельможи. Да и сам высокий, полноватый, с выпирающим брюшком. Женщина была наоборот, хрупкой и невысокой. Светлые волосы уложены в замысловатую прическу со множеством мелко накрученных кудряшек. Желтое платье в пол с пышной юбкой. Черты лица мелкие, но смазливые. Смотрела она на меня настороженно. «Боже, я попала в средневековье?» — мелькнула мысль про клопов, вшей и ночную вазу. Наверное, что-то отразилось на моем лице. Целитель отмер первым, направившись ко мне. «Как вы себя чувствуете, дитя?» «Болела голова, а сейчас хорошо», — слабым голосом произнесла я. «Следите за моим пальцем». Целитель поводил им вправо и влево. Я просканировала ауру. Есть затемнение в области головы. Сколько пальцев я показываю? «Три». «А теперь четыре». «Два», — перечисляла я. «Очень хорошо. На что-то жалуетесь?» «Да. Я ничего не помню». После моего заявления в комнате повисла напряженная тишина. «Хм... Такое бывает при травмах головы», — медленно произнес Целитель. «Вообще ничего не помнишь?» — обеспокоенно шагнул к кровати отец. «Да», — решила признаться я, ведь все равно поймают на незнание элементарных мелочей. «Но знаю, что у меня скоро свадьба с лордом Дарстоном. Скажите, я успею поправиться?» «Если это лишь повод отложить свадьбу...» — грозно начал Папанин, охмурившись. «Интересно, его состояние дочери совсем не тревожит? Только лишь бы не помешало свадьбе?» «Нет, нет, не надо ничего откладывать. Я все вспомню. Или заново научусь». Уже тише, но со всем рвением заявила я. Если рассуждать логически, то девица, в чьем теле я застряла, умирать не собиралась. Целитель же сказал, что она еще легко отделалась. «Значит, вариант о том, что я умерла у себя дома, а она здесь, и мою душу затянула в ее тело, отпадает. Остается надежда, что все вернется на круги своя. То есть я проснусь у себя дома или хотя бы в своем мире. Тогда зачем ломать девушке жизнь и расстраивать брак, который, судя по беспокойству родителя, весьма выгодный?» «Отдыхайте, дитя», — ласково произнес целитель. «Мэтр Савье, это надолго?» — осведомился отец. «Давайте обсудим это не здесь. Не стоит волновать, юную леди». «Да, да, конечно». Они вышли, а вот мачеха задержалась, подходя к кровати. «Где книга?» «Какая книга?» «Что-то мне совсем не понравился ее злобный взгляд и перекошенное ненавистью лицо. Будь благодарна, что я уничтожила все следы ритуала. Если не вернешь книгу, сильно пожалеешь, что не сдохла при падении», — прошепела она, но тут же расплылась в улыбке, потому что в комнату вошла служанка. «Выздоравливай». Она подоткнула мне одеяло и отошла. «Опачки!» «Получается, какой-то ритуал все же был. А девочка не так проста оказалась. Если был ритуал, то, выходит, в этом мире есть магия? Я ей обладаю?» От размышлений меня отрывало осторожное приближение знакомой служанки. Кажется, я все же ее порядком напугала. Требовалось срочно исправлять ситуацию. Она является хорошим источником информации, и следует ее разговорить. «Я вас напугала?» Спросила я слабым голосом. Судя по тому, как служанка невольно дернулась, таки да. «Простите. Из-за падения я ничего не помню, даже своего имени. Представляете, прихожу в себя, все незнакомое. Так страшно стало». Мои слова и жалобный взгляд исправили ситуацию. В глазах служанки появилось сочувствие, и она уже без страха подошла ко мне. «Бедная девочка!» «Расскажите, пожалуйста, обо мне. Кто я? Как жила? Может, это хоть как-то вернет воспоминания. Как вас зовут? Вы моя служанка?» Женщина села на постель и взяла меня за руку. «Я Эрида. Была горничная еще вашей матери. Пресветлая забрала ее, когда вам было десять лет. Через год траура наш господин женился вновь. На леди Элизабет Форнгтон. Вы остро переживали этот брак, и вас отправили учиться в закрытый пансион для девочек в Контебле. Совсем недавно объявили о вашем браке с лордом Максимилианом Дарстоном, Архом Коурстона, и вы вернулись домой, чтобы подготовиться к свадьбе». «Мы с ним давно знакомы?» «Нет», — запнулась служанка, а потом призналась. «Вы мне жаловались, что видели его один лишь раз за обедом в городе. Он приезжал в Контебль вместе с вашим отцом. И сказал, — подходит. Вы очень обижались на эту короткую фразу. Не знаю, стоило ли говорить об этом». «Стоило. Лучше знать правду и не придумывать себе лишнего», — спокойно произнесла я, и сменила тему, решив обдумать информацию позже. «Получается, я тут долгое время не жила?» Я обвела взглядом комнату. Теперь стала понятна её потрёпанность. Обстановку здесь с моего рождения не обновляли, наверное. «А как моё имя?» — спохватилась я. «Анника. Анника Розардов. Ваш отец?» «Мэйн Гортриджа?» «Винсент Розардов». Внутренне удивилась, что наши имена созвучны. Меня звали Анной. Но все знакомые называли просто Анней. Только когда работала, Анной Владимировной. Но после рождения дочери я села дома и отошла от дел фирмы, которую вместе с мужем поднимали. Я продолжила расспросы, на которые служанка охотно отвечала. Видела, что я воспринимаю информацию спокойно, и подробно рассказывала, попутно делясь и сплетнями. Оказалось, что у меня есть две младшие сводные сестры. Аделия и Сесиль. Одной семь лет, а второй три. Наследника у отца нет, и это его сильно тревожит. Аделия родилась через семь месяцев после свадьбы, о чем до сих пор судачат слуги. Поговаривают, что мачеха спит и видит, как избавиться от меня. Все же я старшая дочь и составляю конкуренцию в наследстве ее детям. Поэтому никто не удивился, когда к выпуску в пансионате по достижении 18 лет объявили о моем браке. Меня даже в свет практически не вывозили. Представили это и зимой ко двору, и все. Королевство, в которое меня занесло, называется Форгас, правит им король Эдвард. В народе его именуют Эдвардом Справедливым. Мой жених не мальчик, а уже состоявшийся мужчина, 38 лет. Мне самой 34, и его возраст я восприняла спокойно. Но для девочки 18 лет жених, наверное, видел со стариком, раз замуж она не хотела. Ирида призналась, что я умоляла ее помочь сбежать, но перед падением с лестницы успокоилась и как будто смирилась. Архи – высшая знать. Их называют высшими лордами. Каждый управляет большой территорией, типа герцогства или губернии. Этот Дарстен – человек, приближенный к королю. Такой союз во всех смыслах очень выгодный и удачный, и Ирида не понимала, почему я противилась ему. Лорд проживает в столице, а мы сейчас находимся в провинции. Жених не хочет, чтобы я появилась там до свадьбы, и приказал подготовить мне должный гардероб. Наверное, не желает стыдиться невестой, одетой не по моде. Даже вот портних из столицы прислал сюда снять мерки. Свадьбы меньше, чем через месяц. Пройдет здесь, а в столице позже будет устроен прием в честь этого события. В общем, голова у меня пухлая от информации, и я сделала перерыв, попросив Ириду принести поесть. Когда она вышла, задумалась о том, что делать. Бежать, как хотела вначале Анника? Бред. Да и куда? Я подозревала, что попала все же в другую реальность. Мира я не знаю, и достаточно здраво смотрю на вещи, чтобы понимать. Побег – это прямой путь нажить на свою голову еще худшие неприятности. Ясно одно. Девчонка провела какой-то ритуал, и из-за этого я появилась здесь. Мачеха требует с меня какую-то книгу. Уничтожила следы ритуала. Значит, у самой рельцы в пушку, раз при всей нелюбви к падчерице, скрыла улики. Остается непонятным вопрос – каким образом я упала с лестницы? Может, она и столкнула? Где гарантия, что они попробуют сделать этого снова? Единственный выход – проявлять спокойствие и разумность, показывая всем окружающим, что я очень хочу замуж. Когда я стану супругой этого высокородного арха, меня однозначно защитит его имя. Конечно, я надеялась, что вернусь в свой мир раньше, но если нет, предстоящая свадьба не пугала меня. Пусть еще попробует чем-то удивить современную женщину после 14 лет брака. Ладно. Могло быть и хуже, сказала себе, чтобы подбодрить. Но действительно, ведь могла бы очутиться на улице в какой-нибудь подворотне, без денег и понимания, что происходит. Крыша над головой есть, голодать не буду, и в перспективе брак с местной крутой шишкой. Душу отравляли мысли о дочери. Машуня. Как она там? Вдруг эта Анника очнулась в моем теле? Как себя поведет? Ей я не завидовала. Очнуться постаревшая на 16 лет, замужней и с дочерью, которой 9. И пусть фигуру я после родов практически сохранила и слежу за собой, но не 18 лет. Не 18. В ее возрасте увидеть себя повзрослевшей женщиной? Брррр. Но тем лучше. Может, испугается и быстрее проведет обратный ритуал. А если нет, сама докопаюсь, как она это сделала, и вытурю поганку из своего тела. Идиотка малолетняя. Я даже в ее годы на такую авантюру никогда бы не пошла. Решала бы проблемы, а не сбегала от них. Подумать только. Она из дома сбежать собиралась? И куда? Прямой путь оказаться изнасилованной, в борделе или прирезанной из-за денег? Очень страшно за дочку. Муж понятия не имеет, чем кормить, как делать с ней уроки. Хорошо, хоть у нас каникулы на носу. Отвезет на неделю к своей матери. Ничего страшного. Свекровь у меня мировая. А потом придумают, как быть. Машуне уже не грудное дитя, а в четвертом классе. Десятый год идет. Надеюсь, этой Айнике хватит у Мани испугать моего ребенка и не загреметь в психушку. От последних мыслей настроение совсем испортилось. Вот это я попала в передрягу. Но тут вернулась с подносом Эрида, и не осталось времени киснуть. Хоть аппетит и пропал, я принялась за еду. Нужны силы, чтобы выстоять против всего, что меня ждет.